итак всем привет дорогие друзья и сегодня у нас на канале очень очень такой бюджетный телефон на распаковку попал motorola moto си вот такая у нас коробка у него как видим мороженки зачем-то не знаю типа фрэш что-то свеженькое такое вообще телефончик такой прикольный в принципе за свою стоимость вполне себе пойдет он стоит короче 50 баксов получается это 1350 гривен например здесь у нас 5 дюймовый экран четырехъядерный процессор 5 мегапикселей основная камера 2 мегапикселя фронталка и типа long battery на самом деле здесь батарея 2350 миллиампер час но в принципе так как здесь процессор древний это понимаю стоит в общем-то пойдет держать будет батареи до я так предполагаю здесь какой-то 65 80 что-то так дата производства у нас 2017 09 18 уже чуть больше полугода телефон в продаже вот у нас маркирация здесь x7 1750 moto 7 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенный bluetooth вай фай 3g все дела у нас здесь android 70 нас теперь посмотрим что в коробке у нас сам телефон конечно же вот сюда положим это такая подклада на которую он лежит даже на нее маркира живут какую-то нанесли ухты так зарядка у нас а зарядка у нас какая 1 ампер 5 вольт один ампер наушники наушники конечно же донесчинские такие самые дешманские которые доллар доллар стоит доллар 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 1 короче доллар может и дешевле так кабель usb type-c это у нас пленочка от батареи который уже кстати в телефоне стоит ну вот у нас здесь типа ману что делать инструкция все дела хорошие кнопки нам рассказывают все на украинском языке здесь у нас что техника безопасности нормативные 3 тут ничего не просто в принципе так ну чё посмотрим на сам телефон поближе уже так глянем как видим у нас здесь фронтальная вспышечка фронталочка выглядит в принципе телефон неплохо как мне кажется очень даже так симпатично сзади вот так вот глазочек переливается видимо нашли вспышечка логотип сверху у нас 35 миниджек и иди разъем для зарядки снизу у нас это поддевать ой извините что у меня руки такие грязные то я недавно баловался с одной шнягой называется пена монтажная не чуть-чуть руки замазал и вот так вот у нас сеточка видеть как видите выглядит так продолжим нашу съемку ненадолго отлучался так что извините так вот так вот у нас выглядит такая вот у нас перфорация под динамик полифонический здесь сверху у нас разговорный динамик тут у нас снизу микрофон сбоку нас клавиши регулировка громкости и питания питание у нас такое включение выключение то есть как видите она перфорированная принципе неплохо чувствуется что кнопочка так и услышь прям нормально так ну чем зайдем посмотрим чё там у нас а ну может еще в принципе надо показать вам расположение разъемов sim кар там всего такого если вам это важно ну вот так вот у нас это выглядит здесь 7172 ну и микро sd карта вот так вот у нас это выглядит батарейка такая широкая довольно таки на 2 300 миллиампер час не знаю можно было бы наверно как ты поменьше сделать батарейка ну ладно так собственно перейдем так так все закрыл все а вот сверху и зайдем нашу систему вот у нас даже обновление системы при прилетела так что сказать по экрану экран довольно такой знаете зернистый и сильно инвертирует вот как видите инверсия под таким углом когда смотришь просто прям в негатив уходит хотя с другой стороны в то что держит телефон верно поэтому если смотреть как бы нормально ну вот так вот смотреть никакой версии нету но видно что рыхловатый экранчик из-за низкого разрешения собственно работает аппарат нормально как видим ну по крайней мере пока здесь не установлена целая куча приложений он как бы не тормозит все вроде неплохо сейчас как видим страницы ли ставится в youtube довольно быстро все только обновляется хорошо бы неплохо в принципе как для бюджетного аппаратика все довольно хорошо сейчас можно даже так клавиатура у нас вот такая здесь у нас русская и английская плагатура можно и украинский язык еще выставить тоже здесь у нас переключать языки кнопочка вот так вот у нас еще раз переключим так ну и зайдем ко мне на канал посмотрим какой-нибудь видосик разрешение маленькой как видите максимальное разрешение 48 пикселей поддерживается конечно маловато версию сердцем устройства стал 8 ядерный чипсет qualcomm sandragon 845 с тактовой частотой 2 и 8 гигагерца и джипу адрена 630 жидкостная система охлаждения обеспечивает стабильную работу процессора даже при запуске требовательных приложений объем оперативной памяти составляет 6 или 8 гигабайт зависимости от модификации размер внутреннего хранилища 64 128 или 256 гигабайт поддерживается решить ну в принципе чего хочется сказать по экрану экран в общем в общем для бюджетного аппарата неплохой да это ты тф матрица кажется она инвертирует но это знаете ли не критично к примеру если держать боком вот так то инверсии нет как видите то есть так он не инвертирует инвертация происходит только когда вот сверху смотришь на него вот под таким углом но под таким углом же никто не смотрит так что в принципе нормально экран такой картинка как я вижу она не то чтобы как бы но она сочная но какая-то знаете сероватая такая тускленькая но это скорее всего из-за особенности самой матрицы поскольку бюджетный сегмент и сюда поставили очень очень дешевую матрицу и низкое разрешение то есть она такая рыхловато и немножко серовато но в принципе юзами все читаем и все замечательно как видите здесь никаких проблем с листанием все довольно быстро погружается и даже бы удивлен потому что на некоторых бюджетниках у меня были тормоза да что там бюджетники некоторые даже середнячки подтормаживают не успевают подгружать страницы ну ладно хотя быть может я уже сказал это из-за того что кыш кыш это из-за того что здесь еще не забита память всякими приложениями решить окей окей так многозадачность посмотрим что еще запустить ну вот собственно наша многозадачность здесь тоже тормозов вроде как нету нормально работает а ну-ка он перезагружать интересное приложение смотри не перегрузил ну может быть они еще такие не скажем так требовательные эти приложения поэтому так не особо этот сам перезагрузил не знаю принципе процесс эксплуатации все будет видно но как бы этот телефон я не себе покупал человек убрал будет возможность как-нибудь у него даже спросим как же у нас по эксплуатации через время так чё еще нам камеру надо проверить да надо бы камеру проверить на чем бы мы проверим на чем бы нам проверить счет на коробочке например а тут даже регулировка яркости есть на прямо на экране прикольно интересно интересное решение а тут же пленка чу елки-палки а я думаю что так плохо снимает счеты за дела надо пленку с ней так снимать это пленочка ну да сразу все стало получше так ты же это чего у нас такое это у нас увеличение ну я что-то не понял так что такое он два касания что ли только подержит или вообще не низкую ни одно касание максимум так ну сейчас мы очистим тут все увеличение включится включилась убрать его не могу так где автофокус не вижу автофокуса не интересно странно а где же автофокус она сейчас настройки зайдем посмотрим где у нас тут автофокуса где настройки кстати говоря чуть не вижу это у нас таймер бьюти вспышка а где же настройки камеру не реально еще автофокуса не то что странно что-то непонятно какая-то ерунда вина фронтальная канал нас снимает как видим а где настройки а вот и не детьих у елки моталки так разрешение видео у нас максимальная 1288 720 hd так снимка полу и снимки а снимок по улыбке это у нас разрешение 37 мегапикселей 5 мегапикселей способ съемки кнопок кнопка и спуск затвора вместо съем еще все что ли это все настройки память звук затвора убираем фото кнопка спуск затвора касания экрана а где а где настройки нормальный блинде автофокус автофокуса нет нереально что такое возможно да это конечно не прикольно автофокуса то оказывается нету это какая-то ерунда и на странно и а это что не все конечно понимаю ну блин почему автофокуса нету может я еще не разобрался но я не знаю должен быть хотя бы какой-нибудь автофокус потому что это просто какой-то как здесь извиняюсь за выражение как это здесь нет автофокуса не знаю может настройка где-то надо смотреть на автофокуса здесь я не вижу так муж хотя может быть авто с обновлением сейчас пофиксится что-нибудь не знаю в общем короче короче это очень расстроило что автофокуса нету это конечно же большой минус поэтому имейте ввиду те кому нужен этот аппарат автофокуса здесь что-то здесь что-то автофокусом и не пахнет я прям шоу нереально автофокуса нет макро короче здесь не снимешь hdr у нас выкуп включить как-то блин автофокуса нету учить с ума сошли чешу так но еще короче попробую разобраться может быть я что-нибудь обнаружу и здесь все-таки есть автофокус его надо как-то включить или что но блин это конечно хрень полная или может быть телефон обновиться вот сейчас попробуем обновление посмотрим что у нас изменилось так что он сейчас я короче обновлюсь потом зайду обратно включу камеру и скажу вам чего там у нас появилась не появилась ну блин то что автофокуса нету это конечно неприятно я конечно понимаю что телефон стоит блин недорого но автофокус могли бы сделать так что сейчас через мгновение вернемся да короче в мотороле у нас вот в этой как не было автофокуса так и нет мне уже полетела три обновления после включения и в общем каждый раз заходил проверял и ничего сейчас вот еще одно обновление пришло не знаю что именно это за обновление может быть обновление безопасности еще чего-нибудь ну в общем короче автофокуса галяк нету здесь автофокуса с другой стороны а чего же я еще мог ожидать от телефона за 50 долларов в принципе этот телефон не позиционирует себя как фото устройство и в таких дешевых моделях камера это скорее всего как придат ну как лишь бы было хоть что-нибудь другое дело допустим флагманские устройства и среднефлагманские устройства там до камера очень важно на нее делается акцент и там люди покупают телефон именно только из-за камеры в основном производительность тоже важно но камера играет гораздо больше здесь же телефоны в бюджетном сегменте покупают в качестве звонилки и интернета интернет юзинга такой знаете для решения каких-то повседневных задач обыденных и в общем ждать от этого аппарата больше я думаю не стоит и смысла нету вообще и как бы ну проверять какую-то наивность в этом отношении не на фронтальная камера так себе 2 мегапикселя и она конечно же очень не очень не очень основная камера снимает получше но опять же нет автофокуса это очень плохо на расстоянии объекты снимает хорошо макросъемку ты уже не проведешь то есть запустить что-нибудь в инстаграм это конечно телефон явно не для инстаграм хотя ну может быть телефон сам для инстаграма но камера точно не подойдет так что это пожалуй в этой ценовой категории за 50 баксов минус плохая камера это это если кому-то важно то имейте в виду если будете покупать если для вас камера не имеет как бы никакого значения роли так поскольку поскольку там что-то где-то снять тогда можно брать телефон в качестве второго запасного аппарата в принципе шустренький аппаратик работает неплохо по интерфейсу мне понравился довольно все так простенько и быстро летает что самое главное и обновление постоянно приходят ну как бы телефон уже до довольно длительное время не обновлялся потому что уже вышел более полугода назад и сейчас приходят обновления системы которые были выпущены ранее хотя я думаю может быть производитель еще и дальше будет его обновлять ну посмотрим хотя я думаю вряд ли но все может быть потому что у меня было примеру motorola это кто знаю сейчас компания lenovo владеет и у меня был как-то вернее он есть и сейчас lenovo a5000 и там обновления прилетали редко но на довольно длительном промежутке времени он даже обновился до какой-то версии android я не помню там у меня стояло 4 4 4 еще такое потом короче обновился до пятерки кажется насколько я помню точно помню что обновление были здесь же ну не знаю надеяться на больше за 50 баксов нет смысла так что вот такой вот нас сегодня был обзор то ли в общем обзор распаковка мобильного устройства motorola moto си принципе как звонилка хороший аппарат так что решайте сами покупать вам или не покупать вот такой у нас был обзор сегодня обязательно ставьте лайки пожалуйста комментируйте видео делайте репосты это мне очень поможет поддержите канал своей подпиской не забывайте и обязательно жмите на колокольчик чтобы не пропустить нового видео так что до новых выпусков дорогие друзья всем пока